Продолжение следует... Бензиновый двигатель составляет объем 2,7 литра, 135 лошадиных сил. Расход у этого двигателя порядка 11,5 литров. Коробка пятиступенчатая механика и есть понижающая передача. Клиренс 210 мм, объем багажника 1150 литров. В базовую комплектацию входят светодиодные ходовые огни, зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом, бортовой компьютер, электростеклоподъемники. Цена от 600 тысяч. Британец Land Rover Discovery. В базовой комплектации автомобиль оснащается трехлитровым дизельным мотором мощностью 211 лошадиных сил. Коробка восьмиступенчатый автомат. Объем багажника 1260 литров. Пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс до 240 мм. Уже в базе кожаный салон, мультимедийная система, климат-контроль, камера заднего вида. Цена от 3,5 миллионов рублей. Третий вариант – Nissan Patrol. Комплектуется единственным мотором, объемом 5,6 литров, бензиновый, мощностью 405 лошадиных сил. Коробка – семиступенчатый автомат. Клиренс – 273 мм. Пневмоподвески нет, но есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала. Багажник – 1490 литров. В базовую комплектацию входят кожаный салон, электроприводы сидений, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и навигацией. Цена под 4 миллиона. В итоге УАЗ самый простой и дешевый. Конечно, горожанин из него довольно условный, зато на бездорожье он даст фору остальным. Плюс, в его линейке есть дизель. В активе ландровера хорошая комплектация, но цена высоковата даже на фоне всех достоинств. Ниссан, конечно, хорош на бездорожье, но при этом стоит, как несколько УАЗ-патриотов. К тому же, у него неоправдан объемный и прожорливый двигатель, причем единственный в линейке. Выбирая такой автомобиль, надо четко представлять его возможности. Чтобы потом не удивляться ни расходу топлива, ни валкости, ни отсутствию острой управляемости.